Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». О сколько нам событий чудных подготовили прошедшие выходные и просто прошедшие недели, где состоялись матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, естественно, шестой тур Чемпионата России. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Никитой Строганов, Евгений Воронин и Елена Волочкова. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, в нашей мужской компании сегодня есть человек, который впервые, можно сказать, премьера в нашей программе. И первый же вопрос, Елена. Во-первых, не стесняемся, говорим все так, как есть, потому что я-то ребят знаю, они никогда плохого слова не скажут про команду соперника, за которую они болеют. Чем вас так привлек футбол? Футбол меня, конечно же, привлек своей экспрессией, силой, целеустремленностью и теми результатами, которых добиваются игроки на поле. Вот, друзья мои, вот чего нам так не хватает в футболе порой видеть, да, экспрессии, вот это вот. Вот тут мы смотрим. Да, а мы и засыпаем на 38-й минуте. Все как всегда. Ну что ж, друзья мои, давайте, давайте, как говорится, с места в карьер и узнаем о тех матчах, которые проходили в Лиге Европы, благодаря которым одна из команд прошла в турнир, вторая выбыла. Итак, Мельде, Зенит 2-1 и Уфа, Рейнджерс 1-1, был предварительный раунд, соответственно, Зенит попал в основную сетку, Уфа будет решать задачи только внутреннего чемпионата. Да, Жень, в этих встречах мы не набрали, ну, да, у Уфа набрала ничья, совсем маленькую Толику внесла в копилочку евросезона. Что случилось с Зенитом? Они просто на высоте были первый тайм, а потом куда-то ушли, видимо, за Балтикой, за нулевкой. Ну, мне тоже так показалось, что немножко они подсели и показалось, что они играли, ну, не в свою игру, которую они могли играть. Из-за чего это произошло? Ну, Мельде могло, конечно, наказать. Я думаю, что да. Я в конце уже настолько тоже переживал, хотя не поклонник, да, Зенита, ты же знаешь, но переживал, переживал, действительно, да, ну, все-таки очки хотелись, чтобы в копилку. Ну, уж тем более с такими командами, которые нужно проходить, да. Набирать надо очки, пускай немножко, но тем не менее. Да, вот с Зенитом, да, а если с Уфой, да, ну, Уфа просто безнадежна. Удалив два игрока, нет, удалив два игрока, удалив два игрока играть столько времени и не создать голевого. Ну, в моментом штаба была в облике. Ну, пожалуй, единственный, они должны были просто обыгрывать. Ну, просто обыгрывать Рейнджерс, это не так уж легко. Ну, без двух игроков. Ну, все равно, чемпионат Шотландии, ну, тем более, когда Рейнджерс считается топ-клубом в Шотландии, кто бы что ни говорил, хотя они вернулись недавно только. Последнего десятилетия, может быть, но не в наших дней. Ну, они вернулись из третьего дивизиона, вернулись из банкротства и в последнее время показали очень сильный стабильный футбол. Они навязали борьбу с Селтику последние полтора сезона точно. Раньше Селтик выносил их просто 5-0. Сейчас Селтик еле-еле выигрывает 1-0 в Шотландском чемпионате их. Я не понимаю, почему Рейнджерс нельзя... Уфа должна обыгрывать, хотя у Рейнджерса 9 человек. Уфа. Нет, это у Мельдера. Это Мельдер. Стивен Джерс. Стиви Джи возглавляет Рейнджерс, и Стиви Джи боец еще тот. Да никто не спорит про Стиви Джи, что он боец... А у Уфы поменялся тренер. Я могу объяснить так. Наоборот, как раз. Друзья мои, о чем вы сейчас спорите? В девятером играл Рейнджерс. Это не Реал. Реал, мне кажется, может в пятером играть против любой команды. Ну, по крайней мере, из уровня Уфы. Сереж? Рейнджерс просто сильнее команды. Ну, возьми Металлург Видное, да, по мотоболу, и против них там какой-то Колос будет играть. Нас посадите играть. А наши втроем. А наши вдвоем. Не выиграют. Не выиграют. Не выиграют. Не выиграют. Втроем. Втроем, говорю. Могут выиграть. Елена, защитите меня. Я стою на стороне, как мне кажется, правды. Что Уфа должна была побеждать Рейнджерс, учитывая такое, на мой взгляд, колоссальное преимущество в количестве игроков. Ну, мне кажется, тут сыграл фактор неожиданности. Уфа, наверное, сама не ожидала, что двух игроков не будет. И просто они не могли понять, что ж теперь делать. Я соглашусь. Тоткий женский подход, он нашел выход из положения. А мы-то все. Шашки наголо, да вперед. Так в том-то и дело, почему мне обидно, что и шашек-то наголо не было. Потому что не было плана. Игрового. Игрового, да. Ну, что ты хочешь? Где сейчас Уфа? На каком месте? На 14. Но играет при своих трибунах. Серега, ну как, ну должны вперед идти, полный стадион. Она Уфа прыгнула выше головы. Уфа прошла в третий раунд Лиги Европы. Ты впервые участвую в Еврокубках. И при таком составе, при таком финансировании, при таком стадионе, они, ребята, бились. И, в принципе, могли выйти дальше. Они минимально проиграли Рейнджер. Они не проиграли Рейнджер с крупным, что я предполагал. Понятно, что был не 5-0 и так далее. Ну давай проиграли, а и Зенит проиграл. Зенит проиграл. Кстати, на прошлой передаче я вам говорил, что... Вы отрицали это? Я говорил, что Зенит это 50 на 50 смелли. А вот практически так и получилось. Что могли это... И не выйти дальше. Я честно скажу. Я смотрел матч с Уфой. Я не знаю. Я закрывал глаза не от того, что мне было обидно, когда не реализовывались какие-то моменты. От того, что я закрывал глаза, что я не мог смотреть на это безобразие. Ты засыпал ты. Да нет. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Уфа атаковала большую часть времени. Просто, ну, наверное, футбольный фарт все-таки был не на стороне Уфы. Можно так сказать. Да мысли не было. Мысли не было. Уфа нету ресурсов играть на третий день. Ты вышел бы на москвиче в 41-м каком-нибудь гоняться с ними. Ну, понимаешь? Гонялся я и ничего. У Рейнджерс команда выше, я тебе говорю. Выше классом. И Уфа не способна играть на третий день. Просто у них был матч. Три дня они отдыхали и на четвертый день они не играют. Они не способны. У них нет ресурсов. Вот же мой, ребят, о чем мы говорим. Все команды, все игроки играют в этом режиме. А у нас в России почему-то такие неженки играют, что, оказывается, через три дня у нас не могут футболисты играть. Почему они не могут играть? Тем более, если они уже знали и подготовка была, что они будут играть в Европе. Значит, должны были форсировать подготовку. Даже если подготовка была. Ротация проводилась. Да, с Динамо в матче Уфа выпустила относительно других игроков. Да, другой состав. Но мы увидели, что эти игроки себя представляют. Они неравноценны заменой игрокам основного состава. И Уфа не может себе позволить покупать игроков уровня основного состава. Зато продавать может она. Только выращивать своих игроков. Как выращивать игроков и все, и продавать их. То, что Уфа вылетело, это только на пользу ЦСКА пошло. Я могу назвать игрока. По довольно-таки неплохому, да, кажется? Замечательного игрока, который вышел практически на второй же день, кажется. Он вышел после подписания контракта. Как его, напомни. Иван Обляков. Иван Обляков. Точно помню, а ты не знаешь об этом? О-о-о, я не знаю, кого мы берем в эксперта. Мы еще боремся за высокое звание, лучшая передача на телеканале. Ты же сказал не ругаться. А, хорошо. Друзья мои, действительно, Лига Европы показала нам, что в этом году можно признать результат неплохим, потому что все-таки три команды у нас будут играть в Лиге Европы. А могли три Лиги Чемпионов? Могли бы. Ну, естественно, если бы ни одна наша любимая команда, народная команда, не проиграла свой матч, который, наверное, можно было бы и не проигрывать. Друзья мои, состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов. Давайте перейдем к обзору именно этой темы. Группа D, наш чемпион, Локомотив, и какие команды достались нашему чемпиону? Итак, Локомотив с первой корзины, Порту, Шальке 04, Порту, соответственно, Португалии, Шальке Германии и Галатасарай Турция. Вот такие команды достались Локомотиву. Для первого сезона, учитывая, что Локомотив давно не играл в Лиге Чемпионов, да, Возвращение, давно не играл, мне кажется, Жребий, ну просто, не знаю, подарок судьбы. Кого локомотивские менеджеры целовали перед Жребьевкой? Ну, мне кажется, группа-то ровная. Ну, мы не говорим про это, да. Ну, смотря на Локомотив в последнее время, кажется, что тут иногда можно и Локомотив записать в Улсайдеры этой группы, поскольку Локомотив не показывает стабильные игры, и иногда просто в ней не прослеживается мысль. А потому что они готовятся к Лиге Чемпионов и набирают, как мне кажется, постепенно форму, подходя к Лиге Чемпионов. А РФПЛ им не надо защищать? Не надо им играть. Ну, а что у них сейчас на седьмом месте? У них седьмое место в последнее время любимое. Я смотрю, они на третий сезон каждый раз седьмое место занимают. Поживем и увидим. Елена, на ваш взгляд, проходная группа для Локомотива или мы ждем какие-то подводные течения, которые Локомотив может не преодолеть? Мне кажется, непростая группа для Локомотива, потому что команды сильные в своих дивизионах и команды, обладающие своим характером, достаточно вспомнить турков, они бьются всегда до последнего. И когда в таких командах, как Локомотив, происходят свои течения внутренние, я думаю, что команда это все-таки рассредотачивает и рассредотачивает игроков на поле, чего не скажешь об их противниках. Так что, я думаю, нам предстоит жаркие матчи и очень жаркая группа. Я согласен. Напоминаю нашим телезрителям, телефоны вы видите на своих экранах, звоните, давайте пообщаемся и, может быть, у вас тоже есть свое мнение на сей счет. Да, Сергей. Олег, я еще хочу отметить, что команды из сильных чемпионатов, но команды немножко похожие на Локомотив. Второго эшелона? Да, нет, не второго. Они немножко нестабильные, если посмотреть, кто смотрит чемпионаты зарубежные, то Шальки, Голосарай и Порту, да, они команды нестабильные, потому что они могут и выиграть, и проиграть, хотя Порту входит в двойку. Ну, пускай в тройку все-таки. В тройку, да, там Финфика, Спортинг и Порту. Хотя, пускай, ладно, Спортинг возьмем тоже. В последнее время немножко сдал, но все равно, ладно, пускай в тройку войдет. Ну, Голосарай тоже входит. Да, конечно. Ну, и будет, да, наравне с Финербахчеем. Ну, Голосарай все-таки входит, наверное, в пятерку. Нет, ну, все-таки, наверное, в тройку это Бешехтаж, Голосарай и Финербахчеем. Ну, Шарки Гором хорошая, такая стабильная команда, середнячок, можно сказать. Ну, не середнячок, наверное, первые десятки, первые десятки. Хотя финансирование стабильное, благодаря нашему... Все тому же Газпрому. Ну, не будем о грустном. Жень, ты не успел сказать своего веского слова. В прошлом, или когда, в позапрошлом году, ЦСКА стал чемпионом, играл в первой... Ну, соответственно, отбирался из первой корзины, да. И, в общем-то, мы все говорили, что ЦСКА-то достались соперники даже из... Из третьей, четвертой корзины, самые по высоким рейтингам. Просто какое-то действительно, прям, тотальное невезение, наверное, для ЦСКА. Но это для нас, болельщиков, хорошо, потому что мы можем посмотреть хорошие такие топ-команды уровня. Хотя я хотел, чтобы мы попали к Ювентусу, поскольку все, с теми, кто мы играем, в чем мы будем обсуждать нашу группу, да, со всеми мы уже играли. Ну, вспомнили, как мы с тобой съездили на матч ЦСКА-Реал в Лужники, где было минус... Ну, мы ездили, понимаешь, болели. Я думаю, что если ЦСКА... А сейчас тоже... Да, кого мы только не видели, Роналду видели, да. Живьем. Не, ну, говорю, просто тотально ЦСКА-Реал не везет. Вот Локомотиву, будучи со второй корзины, да, ему достались соперники достойные. То есть, может побороться ЦСКА-Реал. Давайте, не, он с первой. А тогда? Давайте переходим к следующей группе, в которую по результатам жеребьевки попал ЦСКА, группа G. И в эту группу вошли команды. Реал, Мадрид, победитель, сколько там, четыре или трех последних и четырех из пяти лет. Рома, Италия, ЦСКА, Москва и Виктория Плезень. Слушайте, мы играли в похожей группе, что Рома, лидер итальянского чемпионата. Рома тогда была Манчестер-Сити, Реал тогда был Бавария, если мне память не изменяет. Я говорю, хотел группу, чтобы у нас была Ювентус. Хотел посмотреть и на нового игрока Ювентуса, ну и Ювентус я симпатизирую в итальянском чемпионате. Хотелось просто посмотреть его. Ну, опять сталкивают нас Реал, Рома. Чуть у тебя Рома не нравится. Нет, нравится, но мы уже не играли. Поэтому нам с нашим составом, который сейчас есть, по Руны, без разницы. С такой Ромой мы точно еще не играли. Да, с такой не играли, потому что Рома сейчас просто бомба. Это молодая команда, я кажется, не очень такая. Ну, мне кажется, никто не играл с таким составом ЦСКА, что может быть с таким вот тонким нашей возможностью. Потому что, я думаю, этим командам будет очень сложно просчитывать, что мы будем делать на поле. Да, Елена, вы специалист в итальянском футболе, как мне кажется. Вот я честно скажу, я не люблю итальянский футбол. Ну, вот признаюсь как на духу. Да, Сергей, не люблю я итальянский футбол. А за что можно любить итальянский футбол? За маркизио. Итальянский футбол можно любить за экспрессию, за разговоры на поле, за вот эти потрясающие вещи, которые творятся вокруг. А как это выразить на итальянском? Вы представляете, что вы сидите и вот высказываете... Как это выручало? Вы знаете, когда я присутствую на итальянских матчах в Италии, у меня почему-то вырывается только родной язык иногда, если я тем более болею за команду. Вот, на итальянском как-то ничего не вырывается. Единственное, что когда игрок что-то не добежал, все кричат вай-вай-вай, беги-беги. Это знакомый. Это международный такой. Да, язык вай-вай. А за какую команду симпатизируете в Италии? Я симпатизирую команде Наполе. Вот это вот приятно. Вот это приятно. В команде Наполе играл. В Марадону. Лучший футболист всех времен народов. По крайней мере, кого я видел вживую на футбольном поле. Давайте поговорим о Реал. Ну, тут все понятно. Шансов нет ни у одной команды. Даже у ЦСКА с новым составом. Совершенно нет. Господи, я сам уже забыл. Иван Обликов. Даже с Иваном Обликовым против Реала, наверное, мало шансов. Реал еще не знает этого игрока. Реал вообще никакого игрока не сказал. Да, вот про что Лена и говорила. Лена и говорила, что никто не знает, как будет играть ЦСКА. Мне кажется, иногда Гончаренко не знает, как будет играть ЦСКА. Он сидит ночью думает, так. А как играть с Реалом? То есть выйти играть, господи, ну как? Нет, единственный шанс ЦСКА, наверное, как-то обыграть Реал, если Реал решит свои задачи и на Сантьяго Барнабе выйдет второй состав. Последний матч. Обыграть даже второй состав Реала на Сантьяго Барнабе для ЦСКА, это будет круто. Я думаю, для любой команды на Сантьяго Барнабе обыграть Реал, это очень круто. Так же, как и нашему телезрителю, который на нас только что дозвонился. Добрый вечер, давайте общаться. Алло. Да. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич, ну заждались мы вас. Рады. Меня не беспокоят эти команды. Меня беспокоят команды, которые практически еще нет. И когда она появится, я думаю, никто не ответит на этот вопрос. Я отвечу. Меня и беспокоит. Но подбор игроков вам нравится? Если армейцы раньше были в более сильном составе, и то не выходили практически из группы, то сейчас мне трудно даже судить, что может быть. То есть, я думаю, что и Женя, и никто не ответит, что не выиграют, что не проиграют. Больше на то, что проиграют. Ну да, потому что если бы они где-то что-то в ничью сыграли, хотя бы уж. А Плезень? Да. Мне главное, как команда играть будет. Хорошо. А вам не нравятся игроки сейчас, которые пришли новые? Жень, я почти не знаю новых. Дело в том, что сейчас ничего не транслируется с этого года. К сожалению, они там какую-то новую матч придумали еще, передачу. И они только два матча транслируют всего из восьми. Ну, из Зенита участвует. Понимаешь, а шесть матчей не транслируют. И мне очень трудно судить. Я не вижу. Я вижу, как играют и ничьи в трех матчах подряд. Понимаешь? То есть, они лидеры, к сожалению. Вот они первый раз показали Зенит-Спартак, где можно было что-то посмотреть. Боевая ничья, интересно, можно было действительно посмотреть. Так они же ничего не показывают. Они показывают нам, кто Анжи как играет. Ну, чего я? Я не хочу смотреть эти матчи. Ну, понятно. А зато Лигу Чемпионов мы будем смотреть в абсолютно полном объеме. Я это знаю, Олег. Будем ждать. Но мне кажется, Юрий Сергеевич, ваш пессимизм немножко напрасен. Потому что то, что, по крайней мере, я вижу в игре с ЦСКА, из этого пластилина есть что лепить. Чего нельзя было, наверное, сделать уже с Березубскими, с Агнашевичами и так далее. По времени. В этом все дело. Сколько лепить. И кто из них вылепится, еще тоже неизвестно. Известно. Это будет шикарная команда, которая на протяжении многих лет будет являться лидером российского и европейского футбола. Олег, я тебя снова заважал. Это золотые слова. Просто мне даже добавят ничего. Олег, ну ее же они подписывают сильными игроками, к сожалению. Кого они купили-то? Никого практически. А кого купил зенит? Маркизио. Сколько там человек? Девять, по-моему, у своих команды. Это целая команда ушла. У кого? У ЦСКА? Больше ничего же они не приобрели. Юрий Сергеевич, у нас сейчас 10 человек новых играет в команде. Такого не было. 10 такого ни разу не было. Это новая команда. Пришли довольно-таки высококлассные футболисты. Молодые, амбициозные. Я же об этом и говорю. Я думаю, что они видят... Когда все молодые, станут командой. Командой все равно становление... Ну вот, я видел, даже играли команды Зенит, Зенит, Спартак. Обе хорошие команды. Но сколько брака, Женя. Да, не, мы еще будем обсуждать этот матч, действительно. Бронного брака. И в другую сторону, блядь, в другую сторону, к сожалению, так. Так когда эта команда сыграется-то? Сегодня, завтра, через год, через пять? Никто, я вам сказать, не может. К сожалению, так. А потому что вы привыкли, что ЦСКА всегда будет первым. Ничего. Ну, я вам хочу сказать... Зазыщих можно потерпеть. Привыкли. И мне это нравилось, что они были первыми. А кому же это не понравилось? И мы каждый проигрыш воспринимали, извините меня. Да, трагедия. Как это так? Как они так проиграли? Да. А вот теперь я это воспринимаю. Как это так они выиграть сумели? Я вам хочу сказать, Юрий Сергеевич... Пообщаемся, еще были, естественно, пообщаемся и по этой тематике. Так что у нас еще будет время и возможность у вас... Договорились, Юрий Сергеевич, спасибо. Ну, так что? ЦСКА Виктория будут играть за третье-четвертое место. За Лигу Европы, так скажем. Ну, да. Это максимальный уровень, да. Это было бы хорошо, это было бы здорово. Ну, это так, это жизнь. Вы знаете, я как большая оптимистка. Да, в отличие от вас, пессимиста. Я все-таки думаю, что здесь тоже ЦСКА даст жару, и я очень буду ждать очень четкое третье место, и может быть, даже с претензией на второе. А вот теперь запишите эту самую минуту и запомните, какая ситуация будет в середине декабря. ЦСКА на первом месте, Реал на третьем, Рома на втором, Виктория на четвертом. Что за пауза? Что бы мечтать, давайте Виктория выйдет тоже в плей-офф, а Реал пойдет в Лигу Европы. Ну, то максимально перевернуть таблицу. Так, ну ладно, шутки шутками, а мы переходим к жеребьевке Лиги Европы. Там тоже очень интересные сложились группы, в которых играют, напомню, наши три команды. Итак, начинаем с Зенита. Зенит, Копенгаген, Бордо и Славия. Друзья мои, вот мне кажется, вот к Зениту попали, по крайней мере, команды, которые мы, ну мы слышим их, да? Да, Копенгаген, Бордо, а мы из года в год слышим эти команды, в том числе и Славия. Сереж, можно сказать, что Зенит из первой корзины, в общем-то, достались соперники-то, ну не подарок точно. Ну, Зениту сейчас любой соперник. Видим, как он играет в Европе, понимаешь, что одно дело играть в России, вот в России там Юрий Сергеевич сказал, что да, команда сильная, они играют вроде сильно, но смотришь в Европе, в Европе Зенит совсем другой. Дома они вроде более-менее, а вот когда начинают, едут на выезд, вот все матчи практически, наверное, не даже... Получается, в Динамо-Минск Зенит. Да, в Динамо-Минск мы видели матч, с Семёльдой видели матч, ну не знаю, я не уверен в Зените, ничего не могу сказать. Мне кажется, что Бордо займет первое место в этой группе, почему-то мне так кажется. Так, ну там две уходят, да? Две, конечно. И Зенит займет второе, поскольку Славик и Бигнаген все-таки немножко команда послав же по уровню, а Зенит займет второе, а Бордо, ну они, правда, продали своего лидера, но они купили молодых игроков из Франции, а французы любят выращивать своих игроков. Они еще вино выращивают, ну, игроков и вино они, по ходу, на одних полях выращивают, на соседних. Закогольное вино, Сергей. Симах знает, Бордо же играл в Симахах. А то нам придется повышать маркер. Ну, после ПСЖ, он начал вино потом собирать, коллекционировать, он же в Велискин. Ну да. Естественно. Договорились. Итак, поговорим о Бордо. О Бордо. Какого вы предпочитаете? Какого года Бордо вы предпочитаете? Мне кажется, группа абсолютно для Зенита… Проходимая. Не проходящая, да, а проходимая именно группа, да. И надо Зениту решать в этой группе выходить с первого места, чтобы не досталась команда из Лиги Чемпионов, да, которая будет играть… Итак, следующая. Следующая группа, в которую попал московский «Спартак». Мне кажется, не знаю, неужели у «Спартака» такой рейтинг низкий, что они только из третьей корзины попали… Не, они просто рано вылетели из Лиги Чемпионов. Ага, понял. Вильяреал, Рапид, «Спартак» и «Рейнджерс». Все тот же «Рейнджерс». Вот опять мы смотрим по именам, да. «Рейнджерс», ну, кто не помнит старика «Рейнджерс». 72-й год, финал «Кубка-кубков», «Динамо», «Глазго Рейнджерс». Да, да, совершенно верно. Я это помню. Вильяреал, да. Вильяреал – крепкая команда из Испании. Бывшая команда Черышева, да. Да, и плюс команда из Испании, это уже говорит о многом. Там опять такая ситуация, как с «Зенитом». Абсолютно согласен. Совершенно «Спартак» непонятно, как сыграет. Я не знаю. Там будут скачели. То, что мы видели в матче в Чемпионате России «Спартак» и «Зенит», да, последний матч. Они когда играли? Недавно. В воскресенье. Недавно они играли. В воскресенье. Из группы не выйдет ни одна команда. Если вот так вот брать. Ну, да, наказывать могут. Да? Ну, что ж. Я забегаю. Вильяреал. Забегаешь вперед. Давайте забежим уже вперед, потому что на очереди у нас уже следующая команда из нашего российского чемпионата. Это «Краснодар», «Севилья», «Краснодар», «Стандарт» и «Акхисар». Друзья мои, я к своему стыду буквально несколько дней назад узнал, что есть такая команда, как «Акхисар», и которая еще вдобавок играет в Лиге Европы. В Турции понятно. Я имею в виду вышла в Лигу Европы в основной раунд. Жень, что по «Краснодару»? «Севилья», «Стандарт», «Севилья» все понятно. Это «Испания», «Севилья». Это первое место. Вопросы. Это… Да, это красный обладатель Лиги Европы. За другими командами я не слежу и тоже узнал от тебя сейчас, как команда последняя называется, даже и выговорить ее не смогу. Но так как сейчас играет Краснодар, я думаю, будет тяжеловато ему все-таки из этой группы выйти и займет, я думаю, третье место. А вам не кажется, что Краснодар, как и Локомотив, подходит к этому турниру, к этим турнирам, вот постепенно, 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 они не играли отборы? Ну, может быть, но у Краснодара все-таки тренер, который воспитывался, так скажем, в самом Краснодаре, и Краснодар, наверное, даст ему полный цикл проработать, и даже если он ошибется, он продолжит свою деятельность. До конца сезона. Да, до конца сезона точно. И мне кажется, это будет его, так скажем, поле проверки. Если он покажет себя хорошо, это даст ему за дело на будущее, он там может игроков купить, ну, как-то вот какие-то бонусы определенные ему дадут за это. И мне кажется, что Краснодар поборется, но почему-то есть предчувствие, что Краснодару чего-то не хватит, вот последнего какого-то рывка. Вот у меня такое же предчувствие. Вот там одного очка, там разница забитых и пропущенных, и они останутся на третьем месте. Кому-то уступят. Боже мой, слушайте, друзья мои, мы обсудили жеребьевку пяти российских команд, и как я понял, у нас... Я одна не выйдет. Шансы? У тебя только у ЦИСКА. Только у ЦИСКА шансы есть. Я дал шансы, а вы, я смотрю, тоже посылаете ее на борьбу с... Ну, судя по первым, мы имеем стабильность команды из России, это совершенно определенно. Но хотя та же Рома нестабильна, Шальки нестабильна, и многие... И Севилья нестабильна та же, которая недавно проиграла, хотя громила всех первые два тура. Согласен, давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз, Юрий Сергеевич. Да. Ты знаешь, Олег, мне кажется, что и Спартак, и Краснодар, вот наряду со всеми теми командами, с которыми предстоит играть, они примерно одного уровня. Мы сказали, да. Средненького. Да. То есть вы считаете, что Спартак – это команда среднего уровня? Представляете, сколько слез сейчас... Извините меня, ценитам они играют, а в рот попасть не могут. Ну что ж, вспомните матч ЦСКА-Арсенал. Вам напомните матч Арсенал-ЦСКА? Когда они не сбивали с метра, с полуметра, да, ну и с лондонской. Так что в каждом матче бывает... Это все в прошлом, а это сейчас. А, ну ты этот матч уже тоже... Браво, браво, Юрий Сергеевич. Спасибо, спасибо. Переходим дальше. Давайте напомним себе и нашим телезрителям, когда у нас состоятся матчи Лиги Чемпионов, а они уже совсем-совсем скоро. Итак, 18 сентября Галатасарай у себя на поле принимает нашего чемпиона. Ну и 19 сентября, в среду, ЦСКА играет с Викторией Пельзень. Друзья мои, мне кажется, этот матч будет одним из основополагающим по всему турнирному процессу поднятия ЦСКА на первое место. Елена, как вы считаете? Я думаю, что это действительно важный старт для команды, потому что парни, которые пришли в команду, действительно все молоды, действительно все амбициозные. Мы это недавно наблюдали на поле, вживую. И они будут стараться все-таки в своем первом матче, таком важном, показать все, на что они способны. Вот ситуация, конечно, получилась довольно-таки интересной, да, друзья? Виктория играет у себя дома, первый матч с ЦСКА. Им тоже вот захвати эти три очка, и у них уже все начнет, как говорится, выравниваться. Так точно, Олег. И у ЦСКА с командой, которая ниже классом, я считаю, что они все-таки ниже классом. Ну, чисто из-за молодости, я считаю. Тоже может быть, но бери три очка, и ты уже на коне. Я думаю, что это будет игра на встречных курсах, поскольку ЦСКА команда молодая, я не берусь, ну, не ручаюсь за Викторию Плезень, я не смотрел еще состав, но то, что ЦСКА команда молодая, это понятно. И всегда молодым хочется забивать, ну, потому что, ну, вот это жажда гола. И когда, если ЦСКА забьет первым, либо Гончаренко поступит прагматично и заставит обороняться, либо... Выпустит Вернвума, Натха, Березуцкого и Гончаренко. Только в виде Яки Биола, Эльзата Ахметова и Обликова, допустим. Но если он продолжит атаковать в ЦСКА, то я не удивлюсь, если этот счет будет какой-нибудь 3-2, если он не решит сыграть прагматичный, такой, а, да ладно, пусть ребятки радуются. Ну, вот, серьезно. Я не думаю, что тренер у нас не будет так рассуждаться. Ну, я думаю, что вы прагматичный счет 2-1, мы с тобой обсуждали, что Гончаренко иногда допускал ошибки, то есть где-то схему менял, где-то кого-то не выпускал там вовремя, и ЦСКА страдал от этого, понимаешь? Я думаю, что, понимаешь, человек учится на своих ошибках, мы опять же говорим о том, что в следующем матче он исправляет свою же ошибку, и человек забивает 3 мяча, правильно? Значит, что-то он будет уже корректировать, и, действительно, если мы этот первый матч выиграем, то... Ты уверен в этом? Что? А он делал, вот, Олег же тебе говорил, что помнишь, когда сыграл Чалов хорошо, да, забил, то в следующем матче он не вышел, а с Рубином не вышел, ни Чалов, ни... Я уверен, что он даже после 3-х мячей выпустит его, и я уверен, что он выпустит его после 3-х мячей, может быть, сейчас ситуация такая, там некоторые травмы... Просто, Сереж, ты тоже матч с ЦСКА смотришь? Ну, я смотрю... Ты смотришь, да, сейчас от игры к игре мы немножко прибавляем, а именно в тактическом плане, то есть более начинаем чувствовать друг друга, и вот здесь как раз очень связочки хорошие начинают действовать с ЦСКА... Ну что ж, посмотрим, 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 давайте идем дальше, потому что Лига Европы уже буквально на следующий день после матча Виктория ЦСКА, и там тоже наши все 3 команды играют на выезде. 20 сентября, Рапид, Спартак, примерно такая же история, как и у ЦСКА, Ахесар, Краснодар, вот где Краснодару надо прям вот зубами лечь или чем-то еще, но 3 очка добывать. Ну и Копенгаген-Зенит, 2-2, любимый счет Зенита на выездных матчах. Ждать каких-то нам сюрпризов от первых матчей? Учитывая, что все наши команды играют на выезде. На выезде это одно, но и не с самыми сильными соперниками. Все, то есть никого нет из первой, второй и корзины. Мне почему-то кажется, что сильнее всего может показать себе Краснодар, что ему будет привычнее играть. А в той ситуации, в которой оказались на начало сезона Спартак и Зенит, может быть некий диссонанс для команды. Призы будут, да. Ну что ж, как говорится, поживем, поживем, увидим. Ну что ж, мы действительно очень много времени уделили европейскому футболу, но не просто европейскому футболу как таковому, а с прицелом, что играют наши команды. А мы переходим, шестой тур чемпионата России. И, ну естественно, вспоминаем, как сыграли команды, потому что, мало ли, может быть кто-то забыл, да и я, может быть, не все результаты и вспомнил. Ахмад Уфа 2-1, Уфа покатилась, все ниже и ниже и ниже, стремимый полет команды Уфы. Зенит Спартак 0-0, Динамо Москва, Оренбург, не вижу отсюда какой счет. 2-0. А, 2-0, хорошо. Енисей Арсенал 0-0, Краснодар Локомотив, чемпион теряет очередные очки. И, ЦСКА Урал 4-0, Крылья Советов Анжи 1-0 и Ростов Рубин 1-1. О, как получилось красиво. Ростов Рубин 1-1. Давайте начнем, Никит. Зенит Спартак 0-0. Да, матч получился сумбурным. Сумбурным, можно это, да, наверное. Потому что мяч просто иногда даже земли не касался, ну там реально играли на отбой иногда в некоторых моментах. И очень много ошибок. Был показательный момент, когда Зелуиш, выходя из обороны в атаку, сбился, и Фернандо, пытаясь отобрать мяч у соперника, влетает в ногу Зелуиша и сам получает, ну, небольшое, видимо, повреждение или просто болевые ощущения. А Зелуиш продолжает бежать дальше, пытаясь, как бы, атаку развивать. И Фернандо просто лежит на газоне, и я не понимаю, что у них происходит в Спартаке после, я не знаю. Видимо, раньше это было как, ну, в реале, отдай мяч на Криштиану, отдай мяч на Промеса, он что-то придумает, и добеги, главное, до штрафной, и он тебе там пас отдаст, или ты на сколько сыграешь. Вот примерно вот так, наверное, пытался играть в Спартак, только там Роша вышел. А Зенит... И не очень удачно вышел. Да, без сомнений. А Зенит, он, наверное, еще не отошел от шока. У них мяч с Мельда продолжается, по мне так. То есть, они пытаются играть много в атаку, и при этом за это иногда могут получить. Ну, и могли бы получить. Могли бы получить. Могли бы получить. Ну, и по пенальти 1-1. Ну, я бы сказал, поненазначен. Ну, да. Пенальти 1-1. Жень, ведь это на руку ничья ЦСКА. Однозначно. Да, ничья Зенит-Спартак. Однозначно. Потому что, во-первых, не отпустили Зенит. Совсем далеко-далеко-далеко. И Ростов потерялочки. Минус 2 уже. Да, и у Спартака, и у Зенита. Да, согласен. Ну, скажи, насколько ты радовался вот такому результату. Ты знаешь, я смотрел ровно, матч спокойно. Мне было неинтересно смотреть, большое количество брака было с обеих сторон. Поэтому неинтересно. Мы говорим о молодых футболистах. Я только за результат. Мы говорим о молодых футболистах. Сереж, в Динамо тоже сейчас и ребятам очень много молодых и так далее. В Зените вышел, да? Мы не знаем, Набиуллин можно считать молодым? Ну, Набиуллин когда-то в Рубине считался молодым, а он уже из Рубины ушел. Он уже не молодой. В аренде был, да? Нет, нет. Хорошо, давайте про Спартак. Вспомним крайнего защитника правого. Я не помню его фамилию. Вместо есть Лераха? Нет, это Лераха. Нет, это Лераха. А справа играл молодой Рассказов. Рассказов, совершенно верно. И еще один играл. Ломовицкий. Ломовицкий, да. Который играл на месте как раз Ташаева. Вот мне кажется, Ломовицкий, вот мне не очень. А Ташаева у микротравма. Ну, микротравма у него уже давно, видишь, как. Он еще как ушел из Динамо. В общем, я понял, что он вам не понравился. На голову? Я одним глазом тоже ходит из Динамо. Как и ты. Я так особо, знаешь, посмотрел, да, действительно, брака много было. Были травмы незапланированные такие. Неприятные, я бы сказал. Да, и поэтому там вот защитник получил серьезную травму. Там разрывка связок, и он до февраля точно выбыл. Ну, давайте признаем, хотя начинает уже говорить, что Дзюба виноват. Ребят, ну, он вообще... Это не балет, это футбол. Нет, он его и не коснулся так, чтобы там порвать связки. Ну, не тот случай. Давайте. Сидит, Спартак смысла нет обсуждать. Да, Спартак нет у нас. По причине, да, не только отсутствия спартаковского болельщика, но и что обсуждать? Игра закончилась 0-0. В отличие от другой игры, центрального матча тура, Динамо-Оренбург. Да, это правильно. Команды в верхней части турнира таблиц. Вот. Не думаю, что скажу это про Оренбург. У нас 6 очков, 9, как у ЦСКА. Команды в первой восьмерке. Когда еще мы увидим игру Динамо-Оренбург? Команд, которая находится в первой восьмерке. Я думаю, Динамо-то реабилитируется в следующие полтора-два сезона. В следующие десятилетия. Ну, на Лигу Европы, я думаю, Динамо наиграет через года два. Мы с ЦСКА будем бороться за Лигу Европу. Договорились, Сереж. Так, вы будете с Кемсадом бороться за Лигу Европу. Оренбург разбежался, разбежался, разбежался. И вот что-то последнее время он спотыкается. Мне тоже было интересно. Я с тобой быстренько скажу об этом матче. Мне тоже было интересно посмотреть на Лигу Европу. Почему он так забрался высоко? Что за команда? Что за игра у команды? Да, хороший тренер. Да, играют от обороны. Только от обороны. У них единственные нападающие. Не помню. Один парень у них нападающий. Все, они на него набрасывают. И больше никакой игры я не увидел в матче в этом. У Динамо как-то они то ли присматривались с первой тайм. А во втором уже, видно, раскусили. И тоже начали хорошие атаки. Второй тайм начался. И буквально на 15. Динамо давило, давило, давило. Но забили со штрафной уже. Да, штрафной пробивали Динамо. Ну, а второй мяч забили на 90-й. Там 4-й. Он хорошо пробирался, побросил. Да, Луценко у него, да. Был, наверное, он старался весь матч. Луценко трудяга. Он трудяга, да. Он свой трудовой забил. Так что хочется отметить. Честно, крестьянский. А, вышел у нас новичок у нас. Купили этого португальца Кордозо Мигель. Вот неплохо. Любите вы португальцев. Момент у него, да, забить. Но вот потом не повезло немножко. Не повезло немножко. Да, любите вы португальцев. Давайте у нас остается 5 минут. 5 минут времени. А еще хочется поговорить о ЦСКА Урал. Мы чуть-чуть уже эту тему затронули. О том, что Гончаренко совершил, на мой взгляд, ошибку с Рубином. Не выпустив Чалова и не выпустив... Господи, сейчас травмировался игрок ЦСКА. Висян Бистрович. Бистрович. Конечно. Итак, почему? Что это за эксперименты? Вот это... А я тебе говорил, а с Динамо? Когда он Головина с Чаловым не выпустил, и ССКА горела 2-0, и выпустив их игроков, ССКА чуть не спас матч. Да. А здесь опять та же... Тоже история. Женя, что за грабли? Ты объяснила. Я не Гончаренко, чтобы отвечать на эти вопросы. Не знаю. Ты фотографируешься со всеми, я посмотрел. Чалов уже 5 мячей забил. Ты в курсе. Главный бомбардир. Да. А он не играет. А я как его хвалил? Сейчас играть и будет играть. Вот увидите. Сейчас он будет играть и будет забивать. Ты уверен? И забьет еще покер. Тебе Гончаренко сказал об этом. Нет, это я наставление дал. Хорошо. По матчу ССКА Урал можно сказать о том, что ССКА все-таки становится, если не на рельсы свои, то, по крайней мере, точно в колею. Согласен, что ползает. Насколько я услышала от тренера ССКА, что те игроки, которые пришли сейчас играть, им очень хорошо известны схемы Гончаренко. Многие с ним где-то уже пересекались. И поэтому игроки очень легко входят в игру. И на матче ССКА Урал вот этот вот задор, этот раш Федора просто с первых минут, он был виден. И, конечно же, молодые игроки всем и отличаются, что они нестабильны психологически. И почему тренер выпускает или не выпускает человека на матч, известно только ему и игроку. Мы можем только гадать, догадываться и видеть результаты. В этот раз результат нас всех дико порадовал. Что нужно Гончаренко сделать, чтобы Чалов не потерял связь с космосом? Выпускать его чаще и давать ему... Он настроен в каждом матче. Я же не говорю, что он не настроен. Я говорю, чтобы не было вот этого... Я вот как у Владимира Ильича Ленина, болезни левизны в коммунизме. Парень всегда настроен на победу, парень борется. Общаясь по трибунам помещения, допустим, если брать Базилюка, который у нас был после матча с Ростовом, он словил, по-моему, такую большую звезду, что мама не горюй. Здесь мы общаемся с Федором Ильичаловым, то есть нормально, спокойно. Ну что ж, это разница. После трех-ноль никакой звезды и короны не было. А теперь поговорим о Маркизио. Ну а Маркизио, что говорить? Мы как любители итальянского футбола должны обсудить, что игрок такой пришел, звездный, в зенит. Он звездный игрок был лет 10 назад. Десять лет назад. Ну как, какая разница? Он легенда и венца, по сути. Он правил 25 лет в системе клуба. Теперь пришел заиграться. Ну никто не говорит. Через четыре месяца. У него 33 будет, через четыре месяца. Мне казалось, что ему уже 34. И подписали его на два года. Два года, да. Давайте посмотрим турнирную таблицу, потому что там уже есть определенные подвижки. И мне кажется, это очень будет интересно. Итак, Зенит потерял первые очки. 16 после шести матчей. Спартак в двух очках от Зенита. Ростов, Краснодар, Оренбург. Мы говорили в прошлый раз, что, скорее всего, эти команды уступят место молодым и амбициозным. ЦСКА и Динамо. Ну пусть ладно, будет Динамо. Ты меня сегодня просто... И локомотив тоже подтянется. Ну и нижняя часть турнирной таблицы практически без изменений. Да, все команды, которые, наверное, и должны там быть. Ахмад, Крылья Советов, Арсенал, Енисей, Уфа, Урал, Анжи. Эти команды все в нижней части турнирной таблицы. Мне кажется, из них никто не поднимется. Ну, Рубин на девятом месте, как бы понятно. Но сам факт. Берды сбрасываются счетов. Сам факт. Друзья мои, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я напоминаю, что у нас 6-го и 10-го числа матчей сборной команды России. Болеем за наших. У нас впереди Турция, у нас впереди Чехия. Поэтому, как говорится, болеем за своих. Ну а пока... Пока. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»